Всем привет, с вами Каролина и добро пожаловать в новое видео. И сегодня мы с вами поговорим о новой иностранной кей-поп-группе. Да, как будто бы нам мало качи и black swan. У нас еще теперь появились NID. Касательно огромнейшей части подробностей и того, в чем же тут логическая ошибка, мы с вами поговорим ближе к финалу данного ролика. А изначально мы рассмотрим, что вообще данная группа из себя представляет. И почему иностранное сообщество на это так странно реагирует. Конечно же, оставайтесь со мной, чтобы узнать все самое интересное. Также подписывайтесь на мои социальные сети и подписывайтесь на мой второй канал. Ну а я вас всех очень сильно люблю и мы начинаем. Кто же такие группа NID? В какой компании они находятся? Чем они вообще занимаются? И почему называют себя кей-поп-группой, которая собирается дебютировать? Изначально, как бы, если посмотреть по их ютуб-каналу, он создан был очень-очень-очень давно. Но ролики, связанные с тем, что это кей-поп-группа, которая собирается дебютировать, появились не так давно. И, конечно же, они создали свой тикток, где выпустили несколько роликов, где каждая из участниц показала свой талант. А в данную группу у нас входят Рика, Марго, Крис, Юки и Вэл. Но какие вопросы у иностранного сообщества ко всему этому появились? А это то, что, слушая и смотря ролики, слушая произношения, смотря на интерьерчики в камерах, они подметили один интересный момент, что, вероятнее всего, данная группа является русской. Девочки, которые создали вот такую вот группу, про которую теперь говорят, что у нас появились новые Качи и Блэк Сон. Кто такие Качи? Это, насколько я помню, французская группа, которая никогда не была в Корее, но назвала себя кей-поп-группой, выпустила пару песенок, все забыли об их существовании, просто потому что это было слишком кринжово. Но дальше идет Блэк Свон. Они хотя бы базируются в Южной Корее, стажировались в Южно-корейском агентстве. Но там всего одна участница, которая за все время существования группы не сменилась. И то, насколько я помню, Блэк Свон, это не изначальная группа, то есть они не были созданы с нуля, они были созданы из другой группы, с которой происходили просто невообразимые какие-то изменения, и то, что мы видим сейчас, это откровенно вызывает очень много вопросов касательно того, сколько времени эта группа еще просуществует. Но такие группы дают надежду иностранцам на то, что все-таки у них есть шанс дебютировать в кей-поп. Но помимо того, что вспомнили про Кати и вспомнили про Блэк Сон, многие также стали шутить в комментариях про то, что это они, когда притворяются айдолами в 3 часа ночи. То есть, это все действительно выглядит так, что когда я хочу быть айдолом, я чувствую себя айдолом, я выгляжу как айдол, я веду себя как айдол, но только в своих мечтах. Но теперь самый сок. Как некоторые люди, которые провели свое небольшое расследование, выяснили, что их канал был создан в 2017 году, но видеоролики, связанные с якобы дебютом группы, стали появляться где-то год назад. Также появился ТикТок, другие какие-то социальные сети, и по трекам, которые отмечались как оригинальный звук или как они там обычно подписываются. На кириллице люди поняли, что все-таки местоположение, указанное у них на ютюбе, не является достоверным. И у людей бы не было такого количества вопросов и сомнений по поводу этой группы, если бы они позиционировали себя как просто кей-поп-кавер-группу, а не пытались показать, что у них как бы агентства нет, никого у них нет, но они кей-поп-группа. До того момента, пока вы не дебютируете в Южной Корее, с южнокорейскими песнями и в южнокорейском агентстве, именоваться кей-поп-группой вы не сможете. если вами не заправляет корейское агентство. Это так не работает, ребятушки. Это относится ко всем абсолютно группам, включая русские кей-поп-агентства. кей-поп расшифровывается как Korean Pop. Korean, то есть корейский, язык исполнения песен непосредственно и страна создания песен. Так же, как и American Pop, то есть американский поп, поп-музыка, производящаяся в Америке, Северной Америке, США, проще говоря. У нас есть различный там канадский поп, который делают в Канаде, у нас есть британский поп, который производится в Великобритании. Соответственно, для того, чтобы быть производителем кей-попа, вам нужно быть в Южной Корее. Если вы находитесь территориально в какой-либо другой стране, не управляетесь корейским агентством, не исполняете что-то на корейском языке, именоваться как кей-поп нельзя. Это относится ко всем группам. Это то же самое, что предъявляли тем же качи, которые никогда не были в Южной Корее, у которых очень сильно хромает корейский язык, в их песнях. Но они пытались называть себя кей-поп-артистами. Нет, это не так работает. И поэтому вместо того, чтобы пытаться отхватить дозу хейта, огромнейшую за то, что вы пытаетесь именовать себя кей-поп-артистами, когда вы не в Южной Корее, именовать себя кей-поп-группой, вместо того, чтобы просто именоваться как кавер-команда, например, и действительно делать то, что у вас хорошо получается. Потому что я посмотрела ролики и девушек, это выглядит хорошо, это выглядит красиво, это выглядит очень талантливо. Но это действительно будет в более приносящем плоды, если быть кавер-командой. Дэнс-кавер, либо же вокальный кавер-командой. Да не важно. Вы можете делать все, что угодно. Главное не называться кей-поп-группой, когда вы не в Корее, когда вы дебютируете не в Корее, потому что это странно. И кто-то сейчас может сказать, что ты просто их хейтишь, но они же как бы пробуют. И я ничего не имею против. И это действительно прекрасно, что они делают, что они пробуют себя в этом. Но не стоит притягивать к себе такую порцию кринжа. Потому что когда вас воспринимают как кавер-команду, вас уважают за ваши творения. Вас уважают за то, что вы делаете, за то, что вы стараетесь, за то, как у вас это получается. Когда вы пытаетесь назваться кей-поп-группой, никоим образом не относясь к этой индустрии, кроме испанского стыдается, ничего не вызывали. К сожалению. Поэтому я надеюсь, что данное пояснение было достаточно исчерпывающе. И я действительно от всей души желаю удачи девочкам в их начинаниях. У них хорошо получаются каверы. У них хорошо получается творить подобного рода контент. Потому что, как я поняла, все, что у них обубликовано на канале, все вот эти вот кавер-версии и все прочее, они сняты ими же и смонтированы ими же. И это просто офигенно. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Главное, не пытайтесь именовать себя кей-поп-группой. Это слишком кринжово. Кей-поп-группой можно называться только дебютировав в Корее. Кей-поп-исполнителем можно называться только дебютировав в Корее. Это основное правило. Все. Я надеюсь, мы друг друга поняли, что вы думаете касательно всего этого. Конечно же, пишите в комментариях. Давайте обо всем этом там с вами поговорим. Ну, а я вас всех очень сильно люблю. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok